Международная конференция по химической термодинамике. Когда мы хотим понять, какая молекула будет обладать какими-то уникальными свойствами, нужно делать расчет, и в стране динамики не обойтись. То есть это очень крупное направление физической химии. Взаимовыгодное сотрудничество – залог успеха. Немаловажно открытие вашего казанского федерального у нас в стране. Это будет показателем еще более дружного взаимоотношения между странами. А Муха – тоже вертолет. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Маргариты Михайлова. Новым ректором Казанского федерального университета назначен Ленар Сафин. Соответствующее распоряжение назначения накануне подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, Ленар Сафин являлся первым заместителем председателя комитета по экономической политике Совета Федерации и Федерального собрания РФ. Ранее Ленар Сафин занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. А также работал старшим преподавателем – доцентом юридического факультета КГУ. В Казанском федеральном университете состоялось открытие 23-й международной конференции по химической термодинамике в России. Все подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовала 23-я международная конференция по химической термодинамике в России. Более 250 ученых из разных стран собрались на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс», чтобы обсудить самые передовые научные разработки в области физической химии. Казанский университет является ведущим центром России в области химической термодинамики, однако конференцию, посвященную этому направлению, принимает впервые. Большое внимание в институте уделяется работе с талантливой молодежью. Под руководством Соломонова Бориса Николаевича создана уникальная система подготовки кадров по цепочке школьник, студент, аспирант, научный сотрудник. Мы очень надеемся и просим руководства института провести презентации и экскурсии по нашим разработкам, лабораториям, центрам превосходства, чтобы гости могли ознакомиться с наиболее интересными решениями. Международная конференция по химической термодинамике проводится с 1961 года. Ранее мероприятие проводилось на базе ведущих университетов Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Конференция была запланирована еще на 2021 год. Однако из-за неблагоприятных эпидемиологических условий ее пришлось перенести на 2022-й. В программу пленарных сессий вошли выступления не только российских, но и зарубежных ученых. Так, в первый день конференции на сцене КСК КФУ «УНИКС» о своих исследованиях в области химической термодинамики рассказали представители ведущих университетов Италии и Соединенных Штатов Америки. Когда строятся крупные заводы, технологические цепочки, сначала делаются расчеты. Там, скажем, материальный баланс, тепловой баланс, и тут без термодинамики не обойтись. Когда мы хотим понять, какая молекула будет обладать какими-то уникальными свойствами, нужно делать расчеты. Без термодинамики не обойтись. То есть это очень крупное направление в физической химии. Оно зародилось еще с работ Лештелье, Корно и так далее. То есть это именитые ученые. И мы очень рады, что комитет по термодинамике в России признал Казань как место, где данная конференция должна состояться. Потому что наши ученые, наши разработки в области термодинамики известны не только в России, но и за рубежом. Мы очень рады принимать наших коллег. Помимо пленарных лекций и стендовых сессий для участников конференции и сопровождающих лиц будет проведена культурная развлекательная программа. Закрытие конференции состоится 26 августа. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет принял две делегации. О встречах, которые прошли в рамках визитов, расскажет наш корреспондент. В рамках ознакомительного визита Казанский федеральный университет посетили две делегации. Руководство КФУ встретилось с депутатами Бишкекского государственного Кенеша. Главной целью визита их стало обсуждение возможного открытия филиала Казанского университета в столице Киргизии Бишкеке. С нашей стороны мы на сегодняшней встрече надеемся, что мы сможем обсудить моменты сотрудничества и с нашей страной. Так как для нашей страны тоже немаловажно открытие вашего Казанского федерального у нас в стране. Это будет показателем еще более дружного взаимоотношения между странами. И уверена, что будет нести за собой повышение качества образования. Также Казанский университет принял делегацию Бухарского государственного университета. Напомним, на сегодняшний день в КФУ обучается 1890 граждан Республики Узбекистан. Здесь в Казани работают 16 институтов университета. Они все ведут образовательную деятельность. Есть, кроме того, что мы занимаемся образованием, мы занимаемся еще и наукой. Есть большое количество научных лабораторий. В этом году в Бухарском государственном университете были открыты два направления в нефтегазовой отрасли – нефтехимия и газохимия. Одна из целей визита гостей из Узбекистана – знакомство с лабораториями Казанского университета. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось открытие 8-го международного евроазиатского симпозиума «Тенденции в магнетизме», на котором присутствовали свыше 400 участников из разных уголков нашей Родины и не только. Участники обсудили применение магнетизма, магнитных материалов и методов исследования в нашей жизни. В Казани симпозиум пройдет с 22 по 26 августа. Очень много секций, действительно, люди по разным секциям разбиты. Где-то они пересекаются, где-то не пересекаются, около 20 различных секций. Плюс пройдет молодежная сателлитная школа «Современные тенденции в магнетизме», тоже наша школа, организуемая на базе кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Мурат Салиховичем Тагировым. Я надеюсь, это тоже будет такой швунг, такой импульс, толчок для развития магнитного резонанса. С 20 по 30 августа в Елабужском лагере «Буревестник» Казанского университета пройдет смена для 100 детей из 5 городов ДНР. Все подробности смотрите в следующем сюжете. 20 августа Казанский федеральный университет принял в своих стенах 100 школьников из Донецкой и Луганской народных республик. Они участвуют в федеральном проекте «Университетские смены». В рамках этой поездки ребята будут ознакомлены не только с культурой нашей страны, но и татарского народа, национальности, которые проживают на территории Республики Татарстан. Во всяком случае, мы понимаем и ответственность, и понимаем, что ребята едут, возможно, даже впервые в Россию. И поэтому их знакомство с Россией начнется именно с Елабуги и с Казани. Для участников университетских смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия. Школьники уже посетили главное здание Казанского федерального университета, ознакомились с экспозициями музеев вуза. Далее группа отправилась в Елабгу, в спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института Казанского федерального университета. На профильную смену вместе целая страна. С детьми будут работать сотрудники Елабужского института КФО, сотрудники Елабужского университетской школы, которая у нас находится на базе. Там будут различные спикеры, каждый из них приготовил свою определенную программу, и в рамках этой программы будут проходить мастер-классы, тренинги, занятия. Комплектование приезжающих в эти смены ведет Министерство образования и науки ДНР. Так ее участниками стали дети мобилизированных, матерей-одиночек, многодетных семей, а также победители и призеры местных муниципальных олимпиад, участникам от 12 до 17 лет. Только как мама сказала, ты хочешь в лагерь или нет, я сказал да, и я уже начал собирать сразу вещи за неделю. Прям сильно хотелось в лагерь. Я месяц назад был в еще одном лагере, мне там очень понравилось, поэтому мне очень хотелось в еще один лагерь съездить. Напомним, что федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минобороки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы. Смена длится 10 дней. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Лето – время солнца, тепла и долгожданных отпусков. Однако даже у лучшего времени года есть свои минусы. К серьезным недостаткам можно отнести насекомых, ведь именно летом плодятся в неимоверном количестве различные противные букашки. Наиболее неприятные из них – мухи. Что происходит с ними летом? Расскажем далее. Муха – не самое приятное создание. Она противно жужжит, гадит на поверхность и липнет к людям. Однако к концу лета в арсенале этих насекомых прибавляется еще одно небезобидное действие – они начинают больно кусаться. Это событие может отрицательно сказаться на состоянии здоровья человека, так как крылатые способны через кожный покров занести инфекцию в организм своей жертвы. В России наиболее распространены такие, как слепни, мухи-жигалки, оводы и комнатные мухи. Нужно сказать о тех видах мух, которые к нам залетают в наши квартиры и дома. С ними, конечно, тоже нужно бороться. Они разносят бытовые инфекции, поскольку они там полетали где-то на улице, на мусорном баке посидели, еще где-то на экскрементах. Потом они залетают в квартиру и, да, действительно, они могут переносить неприятные дизентерии, например, вот такие вот заболевания. Поэтому мухи, которые залетают к нам в квартиру, с ними, конечно, нужно бороться и не допускать их проникновения, использовать москитные сетки, липкие ленты. То есть мухи нам в квартирах, в общем-то, залетевшие не нужны. В конце августа появляется особый вид мух. В дом обычно залетают комнатные мухи, которые не способны пронзать кожу человека. Их ротовой аппарат позволяет только слизывать жидкости. Но во второй половине лета появляются взрослые особи другого вида – мухи-жигалки, которые питаются кровью. Они очень похожи на комнатных мух, но в разы мельче. Однако даже они не столько неприятны, как оводы. Их опасность состоит в том, что они насквозь прогрызают кожный покров человека и откладывают в рану яйца. Затем личинки начинают изнутри пожирать больного. Они откладывают яйца на тело позвоночных, но здесь, конечно, человек редко бывает объектом нападения. Чаще всего это крупный рогатый скот, коровы, лошади. Но были случаи, когда оводы и даже откладывали на человека. Но это, правда, чрезвычайно редко. Обеспечить защиту своему дому можно также растениями. Они обладают запахом и выделяют особые ферменты, которые отпугивают данных насекомых. На дачном участке хорошо посадить кусты черемухи и смородин. Они обеспечат экологическую защиту дома, и мухи будут его облетать. Для квартир же наиболее приемлемыми являются герани пижма. Поставив на подоконник несколько горшков с данными растениями, можно обезопасить свою квартиру. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин